Приветствую вас. Я обращу ваше внимание на некоторые детальки, на некоторые моменты, вот, которые, мне кажется, очень важными здесь вот, ну, в данном контексте. А вы уже, соответственно, решите, ну, я надеюсь, разберётесь, что, как бы, с этим делать, да? Посмотрите. Во-первых, бросается в глаза то, что вы ориентируетесь на правильно и неправильно. Очень сильно бросается в глаза этот момент. То есть это правильно, это неправильно, так и должно быть, так и не должно быть, да? То есть это вот такая оценочная позиция, но она не совсем хорошая. Это первое. Оценочная позиция, она идёт не от эмоций, не от чувств, она идёт от головы, от стереотипов, от каких-то таких привычных шаблонов мышлений и прочих. Потому что правильно или неправильно объяснять, объяснять, не объяснять своё поведение, да какая разница, правильно или неправильно. Ну вот девочка не объясняет, это факт, это данный. Она его не объясняет, она его не объясняет. И плевать она хотела на то, правильно это или нет. Вот у неё такая реальность. Вы либо принимаете такую её особенность, либо нет. Это первое, да? Второе. Как поступить правильно? Опять, ну, поступить правильно, это значит поступить с точки зрения морали той культуры, в которой вы находитесь, в которой вы принадлежите. Ну и, а что делать, если не откликается, вот, культура, так сказать, если она не откликается на, если не откликается эмоционально на то, что нужно сделать правильно. Что в таком случае сделать? Почему в таком случае человек должен следовать тому, что правильно, а не тому, что он хочет? Вот как вы хотите поступить? А какие желания вам движут? Сейчас об этом я ещё скажу. Какую свою потребность вы пытаетесь удовлетворить? Знаете? Направлена ли ваша активность и вот даже ваш вопрос на девушку или на себя? Свою проблему вы пытаетесь решить или девушку сделать счастливой? Чем и должен, собственно, заниматься человек в отношениях? Потому что, если я хочу делать себя счастливым, то отношения мне для этого не нужны. Ну, по крайней мере, по крайней мере, романтические отношения мне для этого не нужны. Вот. Тут, опять же, все упираются не правильно-неправильно, а то, что хочется, в первую очередь. И как я могу реализовать то, что мне хочется. Дальше. У вас есть тревожность, тревожность, которая проявляется в страхе, на мой взгляд, неопределенности, страхе неизвестности. Он, в свою очередь, проистекает из невозможности для человека положиться на самого себя. То есть, я не могу опереться на свои переживания, не могу положиться на свои чувства, и мне нужно, чтобы кто-то мне дал обратную связь, тогда я буду чувствовать себя более защищенным, тогда мне будет лучше. Остается выяснить, как вы пришли к тому, что для комфортного существования вам необходима обратная связь другого человека, а вот на себя вы не опираетесь. Из этого вытекает логично вполне следующая история, что раз я не полагаюсь на себя, то я вынужден полагаться на другого человека. Это значит, что я нуждаю в другом человеке, а если я нуждаю в другом человеке, значит, я, ну, соответственно, больше всего от него требую. Если от него больше всего требую, то человек чувствует давление, давление на себя с моей стороны, и явно, и волей-неволей будет пытаться отдалиться, что делает девочка. Может быть, она делает это не из-за вас, но совершенно очевидно, что вы к этому прикладываете руку за счетом всех тех факторов, которые я назвал. Далее, вы говорите, что у вас нет ссор. Понимаете, вот, когда нет ссор, когда люди не спорят, когда люди не... Во-первых, что такое ссора и почему она обязательно должна быть? Это первое, да? Второе. Когда люди не спорят, когда люди не дискутируют, когда люди не выясняют иногда на повышенных тонах какие-то вещи, когда люди не выражают то, что их волнует, это не обязательно, не обязательно делать ссоры, кстати говоря. Вот. В общем-то, нет отношений, нет какого-то развития отношений. Это говорит о том, что люди в отношениях не говорят о том, что их волнуют, не разговаривают, не обсуждают, не держат друг друга в курсе того, что в данный момент происходит в каждом из них. Поэтому, опять же, возможно, вот из-за такого страха ссоры, из-за такого страха конфликта. Потому что ссора, она, как бы, ну, ссора это одна из форм проявления какого-то недовольства, неудовлетворенности и прочее. Но можно при желании, при желании, конечно, можно научиться. Научиться. Научиться выражать то, что я хочу, то, что мне нужно. Научиться выражать правильно. Научиться выражать конструктивно полезно. Ну, при желании, повторюсь. Поэтому отсутствие таких вот, ну, назовём это условно конфликтных, конфликтных ситуаций, это, скорее, минус. Чемплюс, потому что вы себя просто не слышите. Вы не слышите себя, и вы не слышите другого человека. И человек не слышит себя, и не выражает то, что ему важно, потому что человек не какая-то такая, знаете, статичная история. Человек это в большей степени постоянно меняющаяся, это процессуальная конструкция, и процесс предполагает постоянные изменения. А изменения предполагают постоянные коррекции, коррекцию поведения. А отношения очень часто выстраиваются по принципу, как раз таки, не постоянного изменения поведения и коррекции, а, наоборот, соведения к неким привычным аргументам, привычным алгоритмам, шаблонам поведения. Ну, вот так примерно. В части, где вы говорите про правильность и неправильность. Такая история. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ваша ситуация будет успешно разрешена, и вы сохраните отношения и можете вывести их на качестве, на другой уровень.